Приветствую всех обитателей ютуба и последнее время я заметил, что меня почему-то тянет на игры тренирующие наши извилины. Не знаю с чем это связано, скорее всего с тем, что скоро экзамены и нервы потихоньку начинают сдавать. Но все же я расскажу вам об игре, которая называется Sporos, она о бактериях, ну в общем сейчас я вам о ней расскажу. Поехали! Чем меня зацепила эта игра, так тем, как она оптимизирована и реализована. Сама задумка этой игры довольно-таки интересная и, ну я не знаю, просто очень понравилась. На первый взгляд она покажется детской, но это ошибочное мнение. И поиграв в неё несколько десятков минут, вы поймёте, что игра засасывает с ушами, с головой и всем чем можно. Во-первых, меню и вся сама игра выполнена с такой вот очень красивой и плавной анимацией. Никаких лагов и, мне кажется, эта игра оптимизирована абсолютно под все устройства, даже под самые бюджетные, там за 3-4 тысячи рублей. И, мне кажется, есть какие-то конфиги с графикой, с фоном для более дорогих устройств с мощным видеоускорителем и так далее. Вот такое вот меню вы видите, синенький фон, глаза не режут, довольно всё приятно прорисовано и чётко. Есть достижения, можно поделиться в Facebook, другие игры от разработчиков, Play Market. В опциях только звук, подсказки и домой, и как сама игра реализована, сейчас я вам покажу. Вот такой вот один из уровней, 38-й левел, на котором я на данный момент не то чтобы застрял, а просто я в эту игру играл не особо долго. Пока ещё не было времени именно на эту игру. В ближайшем времени готовлю обзор на Dungeon Hunter 4 и какая-то там игра про войну от Gloomobile, не помню, в общем. Ещё сейчас волнует вопрос, какое устройство себе приобрести, какой телефон, ну не знаю, в общем, заморочек пока хватает. Итак, нам нужно вот этими тремя бактериями заполнить все вот эти вот, как сказать, слоты. Эти бактерии разные. Какие-то заполняются во все стороны, какие-то в две стороны и так далее. Дается несколько попыток, если вы с первой попытки всё правильно делаете, то получаете три звезды. Если вы ошибаетесь, то можно, конечно, продолжить, но уже не будет трёх звёзд, будет две или одна звезда. Вот всё, я не знаю, как... Не знаю, тут надо подумать. Ну, в общем, вот так вот игра реализована. Здесь вот три подсказки. Вот можно выйти в меню, продолжить, рестарт уровня, выйти с уровня и домой. Спасибо за внимание. Вот такая вот забавная игрушка, тренинг для мозгов. Это был краткий обзор на игру с порос. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.